Вот уже 25 лет в Дагестане функционирует женское общество мусульмат. Создано оно силами и стараниями активных мусульманок. Здесь уверены, что женщина должна идти в ногу со временем, но при этом не забывать основы своей религии и своих традиций. О работе общества мусульмат в сюжете из Умруд Гамитовой. Это уникальное место, где любой может ощутить тепло общения, внимание, здесь всегда можно найти поддержку в сложной жизненной ситуации, всегда окажут помощь в решении проблем. Здесь каждый чувствует себя членом большой и дружной семьи. Это мадресе мусульма для девушек-мусульмана, которые готовятся стать женами и матерями. В этом учебном заведении девушкам преподают как общеобразовательные дисциплины, так и религиозные. Основная цель – это духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения и поддержка семейных ценностей, традиций. Вот уже 25 лет здесь проповедуют общечеловеческие ценности, занимаются возрождением духовности. Женщин всех возрастов бесплатно обучают основам ислама и арабскому языку. Сотни молодых и взрослых мусульманок в стенах мусульмат научились совершать намаз, читать Коран и обучились основам религии. Воспитанницы изучают также и русский язык, историю Дагестана и даже азы медицины. В общем, все то, что может пригодиться девушке. На самом деле, очень многому, начиная с духовного образования, заканчивая с развитием многих качеств, которые должны быть у каждой девочки, на самом деле, пока что очень многому научилась, чего до сих пор не знала. Тайбат Сулейманова здесь с 2012 года. Сперва окончила школу хафизов, затем и школу духовной красоты. Теперь девушка сама обучает основам религии и изучению Корана. Когда я поступила в школу духовной красоты, здесь открыли и школу хафиза этот год. И я подумала и осознанно пришла к этому. Но я думаю, это самое главное для человека жизни. Для меня это самое главное. Религиозное образование, преподавать. Но я не могла свою жизнь по-другому представить. Обучается в муслимат женщины всех возрастов. От 7 до 70 лет. Нередки случаи, когда за одной партой сидят бабушка и внучка. Бабушку больше интересуют упущенные в свое время вопросы веры, а девочку – домоводство или вопросы семьи и отношений. А самому маленькому воспитаннику Ахмаду всего 5 лет. Но он уже успел многому научиться. За эти годы было проведено огромное количество встреч, выездов и мероприятий. Параллельно ввели непрерывный учебный процесс. А во время карантина занятия с девочками продолжались в режиме онлайн. На сегодняшний день муслимат имеет 20 филиалов в городах и районах. Есть такие сильные села, есть такие сильные районы, где очень сильно поставлена работа в плане женского воспитания, женского обучения и по хитрику Корана. Там также учат мусульманок стойкости духа, противостоять соблазнам и вредным привычкам. А значит, эта школа духовной красоты способствует оздоровлению современного общества. Останавливаться на достигнутом здесь не собираются. Впереди большие планы и новые цели по сохранению семейных ценностей на основе дагестанских традиций.